Новости каждый день все круче и круче. Чекисты увезли из США секретный список приговоренных от Стивена Мнучина. Видимо, по этому списку пошли работать. Дерипаска первый. Неприятности у него начались месяц назад, когда 8 января Верховный суд отклонил его попытку возобновить иск на 10 миллионов долларов против Морган Стэнли, передав банку окончательную победу в его давнем споре с компанией, связанной с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Затем МИ-6 выразил обеспокоенность тем, что Дерипаска смог развести лондонскую фондовую биржу на 1 миллиард фунтов, выведя свой холдинг N+, в ноябре на биржу. Ну а история с Рыбкой – это спектакль зашибись. В Москве поняли, что пора сливать первого в списке. Сурков в Твиттере троллит Володина. Да уж, режиссер из Володина какой-то кондово-пролетарский, но зато Манюпас получил кучу впечатлений от этого трошняка. Конечно же, я никогда не поверю, что Дерипаска себе с улицы девок приводил. Все же прекрасно знают, кто им весь этот досуг организовывает и в каких модельных агентствах. Годами пользуются их услугами, и Дерипаска знает, что там случайных шмар не бывает. Что же он не понимал, кто все это счастье крышует? Думал все свои. Нет, он просто не думал, что его сольют. Такой компромат у Гебни есть на всех, кто во власти. Это первое, что должно быть. Мозги вторично. Интересно то, что все сливы идут через Навального. Приходько – это продолжение саги с Улюкаевым. Его слили за компанию. Вован собирается обновлять кадры, кому-то из особо приближенных хочется взлететь повыше, конкуренты убирают друг друга. Будет весело, если всех неугодных начнут сливать в онлайне. Огласите, пожалуйста, весь секретный список. Сразу выстроится очередь с баблом. Все это было ржачно до того момента, когда эта рыба Моя вместе со своими сутенерами не выложила запись, как они готовились смотреть и смотрели слив Навального, походу комментируя все это, как они прикалывались не только над Навальным с Дерипаской, но и над всем этим паноптикумом блатных, а заодно и нищих тоже. Сидят теперь с хорошими деньгами где-то в Дубае и потешаются. Кстати, ВВП уже прочитал книгу, говорит героиня этого шоу. Вот в этом я не сомневаюсь. Интересно, кто ее, если не писал, то точно редактировал? Неужели сам Песков? Нет, время сейчас такое, что любой может писать книги. Но где вы видели проститутку, которая за свой счет будет издавать свои мемуары гейши? Ну а если еще ВВП это читал и одобрил, то зачем ей самой платить? Да и ржут они над всем этим, потому что знают, что у них есть крыша. Но они, сидя в Дубае своей компанией, устроили фирменный цирк на дроте. То, что они сейчас транслируют в Инстаграм, это приговор России, где все на продажу. И эти люди рассуждают о безнравственности Европы. Дерипаска теперь может на желчь и зайти. Уже вся Америка знает, что Дерипаска у себя на яхте с проститутками и приходько обсуждал отношения России и США. После того, как Манафорт предложил сливать Дерипаске брифинги с компанией Трампа. И фото из Рыбкиной инстаграм, где она в обнимашку с Дерипаской, под которым стоит подпись, что двое мужчин пытались решить проблему с Америкой, тоже обошло все сети. Ну вот теперь и Дерипаска узнает, что богатые тоже плачут. Вряд ли он теперь сможет плавать в геополитике, как рыбка в воде, потому что не все коту масленица. Но зато теперь Дерипаска своими судами поможет Вовану прикрыть сайт Навального перед выборами.